Зачем рисовать дома, если можно заняться творчеством вот так, всем вместе, на свежем воздухе? Ну или поучаствовать в интеллектуальном поединке, сидя за шахматной доской или взять в руки теннисные ракетки. За один вечер провести время с пользой на площадку седьмой школы на Чайковского приходит до 80 детей. Идут с удовольствием, говорят преподаватели. Здесь с детьми занимаются учителя, волонтёры и аниматоры. Приходят к нам дети не только нашей школы, но фактически вот микрорайона Гагаринский. Вот стараемся, чтобы занять детей, наверное, ну чтобы занять чем-то полезным. То есть мероприятия у нас здесь разные проводятся, и спортивные мероприятия. Ну вот дети, стараемся, чтобы каждый нашёл себе занятие по душе. На этом стенде седьмой школы вся информация о работе летней досуговой площадки. Вечернее время расписано по часам с пяти до восьми. Игры, эстафеты, занятия творчеством и спортом. Вот, например, секция для шортрека. Занятия этим зимним видом спорта не заканчиваются даже летом. В будни ребята катаются здесь, в выходные, в ледовых дворцах Эмеретинки. Присоединиться может любой любитель роликов и коньков. Олимпиада прошла на ура. Поэтому Виктором, Анном заразились практически все. И поэтому все хотят себя попробовать, кто-то, может быть, реализовать. Дети с удовольствием, особенно по вечерам, потому что днём-то очень жарко. А вечером здесь спортивная площадка, когда она всегда практически полная. А вот на этой площадке на Донской подводят итоги соревнований по лёгкой атлетике. Лучшим вручают медали. Другие в это время познают азы бесконтактного регби. Всего в Сочи работают 145 таких площадок. Они тематически и открыты ежедневно, утром и вечером. Идея таким образом организовать досуг юных сочинцев на каникулах принадлежит главе города Анатолию Пахомову. Детям нравится очень. Я хотела сказать, что наша площадка самая лучшая. Мы прыгаем прыжки в длину, на скакалке и бегаем. Ну, соревнования нам тут делают. Я прихожу на эту площадку, ну, часто очень. Мы тут бегаем, прыгаем и получаем разные медали и всякие вкусняшки. Мы занимаемся тут спортом, потому что спорт важнее всего. Впрочем, такие площадки интересны и ребятам постарше. Для них отдельная программа. В этом году очень интересны у них профориентационные встречи. Наши дети с площадок делали такие интересные группы встречи детей с разных площадок. Они уже посетили и чайную плантацию, и маленькие пекарни, и наши градообразующие предприятия. То есть дети получили не просто какие-то впечатления, они даже узнали о том, где работают взрослые, как строится работа города и, собственно говоря, где можно работать потом, когда они станут взрослыми. Площадки нашего двора есть во всех районах, даже в отдаленных селах. Работать они будут до самой осени, чтобы уже 1 сентября ребята сели за парты отдохнувшими с массой новых впечатлений от нескучного и полезного летнего отдыха.